Всем привет! Появился у меня вот такой вот девайс для умного дома. Это новинка от компании Sanof. Это мотор для управления открытием и закрытием штор. Он работает по сети ZigBee и предназначен он для штор, которые висят на крючках. В комплекте устройства есть пульт управления этим мотором. У него есть три кнопки. Он вот идет в комплекте сразу с держателем таким на стену, который либо прикручивается на саморезы, либо на 3М скотч приклеивается. И в него вставляется вот этот вот пульт. У пульта имеется три кнопки. Первая закрывает шторы, вторая останавливает их, третья открывает шторы. Подставка под пульт магнитная и если мы вставляем сюда пульт, то он вот так не вываливается. В принципе на стене будет довольно таки нормально висеть. Конечно магнит не сильный, но тем не менее этого хватает, чтобы пульт отсюда никуда не делся. При нажатии на кнопку загорается светодиод. Питается пульт от батарейки RS-232. Чтобы добраться до батарейки нужно открыть два винтика на корпусе и дальше его раскрыть. Но раскрывается он довольно таки сложно. Я думаю ногтями у вас не получится его открыть. Но тем не менее, если вот так вот продеть все это дело, защелки у нас отщелкнутся. И мы в принципе доберемся до самой платы с батарейкой. Ну как видно сейчас на камеру, сама плата довольно таки простая пульта. Вот сюда вот вставляется батарейка. Ее в принципе легко вытащить, она не припаянная. На задней крышке пульта есть вот такая металлическая пластина, она не магнитная. Магнитное как раз гнездо под пульт. Пульт не инфракрасный, пульт работает по радио. Видимо в самом моторе есть радиоприемник, который и улавливает конкретно нажатие кнопок этого пульта. Причем пульт никак не привязываем к самому мотору, он работает сразу из коробки. Едем дальше. В комплекте есть вот такие вот две струбцины, которые непосредственно накручиваются на сами крючки. И дальше на них уже крепится сам мотор. И обратите внимание, что зазор между вот этой вот багетой и потолком должен быть 2 мм. Иначе не подойдет крепление, и вы никак не зафиксируете мотор на багете. Также идут два самореза, я так понимаю, это для крепления как раз таки крышки от пульта, чтобы он держался на стене. Также в комплекте есть вот такая вот клипса, которая одевается на саму штору, а вот сюда продевается веревка с шариками. И как раз она будет по этой веревке с шариком кататься и штору двигать на закрытие и открытие. Она вторая, и возможно, если вам нужно одну штору только двигать, эта штука не используется. А вот основная клипса. То есть она как раз на первую штору одевается, и если вам нужно двигать одну штору, то достаточно ее. А если вы уже две шторы будете раздвигать, тогда вот две клипсы и нужно. Вот ответной частью, если посмотреть, там еще у нас имеется инструкция. И есть провод зарядки. Провод зарядки прям длинный капец, то есть он тут метра два минимум. Он простой, дата жил здесь нету, я к компьютеру его пробовал подключать, никакие контроллеры он не видит. А просто провод питания. Ну, он очень длинный и в принципе не составит труда, я думаю, заряжать непосредственно этот мотор наверху. Ну и вот, спустя некоторое время добрались до самого мотора. Значит, из чего он состоит? Он состоит из двух частей. В первой части у нас мотор, далее у нас веревка, которая 3,8 метра в длину. То есть мы можем на карниз 3,8 метра это все дело повесить. И вторая ответная часть, которая очень легкая, в принципе там внутри, наверное, только валик, чтобы у нас веревка не допутывалась. На клипсе есть специальная кнопка, при нажатии на которую мы регулируем, сколько у нас веревки с шариками оставить непосредственно на открытие-закрытие, сколько будет лишнего запаса. Переходим к главной части, это к мотору. У него есть одна кнопка для сопряжения по ZigBee, есть кнопка-переключатель, которая включает-выключает наш мотор и есть гнездо Type-C для зарядки. Здесь внутри встроен аккумулятор на 4000 мАч. И забегая вперед, он у меня уже неделю работает, и вот за неделю, два раза в день открывая-закрывая шторы, у меня заряд просто не потратился вообще. То есть как было 84%, так и осталось. Для зарядки нужен источник питания 5 вольт 1 ампер, работает по протоколу ZigBee 3.0. Ну и еще один момент, который хотелось осветить. Значит, смотрите, вот когда висит мотор, да, висит он наверху под потолком, и заряжать его вот этим вот проводом двухметровым не очень-то и удобно. Хоть он и длинный, большой, все дела, но если у вас нету розеточки там рядом, да, все равно это какой-то геморрой. Все равно надо удлинитель тащить и так далее. И вот для решения данной проблемы еще существует вот для этих штор от компании тоже Sonoff вот такая вот солнечная батарея. Батарея. Работает она при температурах минус 10 плюс 60 градусов. Эффективность у нее 20%, или как там правильно эту эффективность считать, выдает 6 вольт 400 миллиампер. Максимальная мощность у него 2,4 ватта. Ну и так как мотор в режиме ожидания практически ничего не потребляет и может годами работать, то этой панели вполне себе достаточно для того, чтобы заряжать данный аппарат, и будет он полностью автономным. Ну а вот так вот выглядит сама панель. Значит, смотрите, что у нее тут есть. Даже инструкция есть небольшая, но я не знаю, что тут непонятно и как пользоваться. Вот такая вот панель. Она, кстати, не стеклянная, я не знаю, что это за покрытие. Какое-то новомодное, потому что раньше они все были стеклянные и бились. Это вроде как должна быть покрепче и, наверное, даже немножко гибкая. На обратной стороне видим те же характеристики. 6 вольт 400 миллиампер. Вот такой вот Type-C кабель здесь есть. Он примерно полметра длиной. И подразумевается, что эта панель либо вешается на крючок куда-нибудь или саморезом прикручивается, или же вот тут есть двусторонний скотч, который просто на стекло приклеится и будет здесь ловить солнце и заряжать данный аппарат. Давайте теперь приступим к добавлению данного мотора в умный дом в саннов. Для этого включаем устройство. Я его, видите, немножко начал заряжать, потому что подумал, что батарея может быть севшая. Zigbee шлюзом у меня будет выступать NS Panel Pro. В NS Panel отодвигаем шторку сверху вниз. После этого выбираем добавить устройство. Нажимаем начать сканирование. И все. NS Panel начинает Zigbee все эти сканировать. Ну и на самом моторе теперь нам нужно нажать на клавишу на эту, подержать ее некоторое время, секунд пять, чтобы он у нас замигал лампочкой. И после того, как он это сделает, устройство начнет добавляться. И еще такой момент. Когда у меня устройство находилось в непосредственной близости к Zigbee гитвею, он у меня попросту не добавлялся. То есть мне их надо хотя бы было на полметра развести. И вот когда я их развожу вот таким вот образом, как сейчас показываю на экране, нажимая на кнопку, ну и вот так вот устройство начинает добавляться. На самом NS Panel Pro здесь написано, что устройство добавлено, и можно нажать клавишу завершить. После того, как мы ее нажмем, у нас попадаем сразу на экран устройств. И здесь вот есть как раз таки умные эти шторы, которые мы только что добавили. При нажатии на экран на это устройство мы в него проваливаемся. И здесь в принципе те же три кнопки, как и на пульте. То есть открыть, закрыть и стоп. И еще у нас есть уровень открытия штор. То есть мы здесь можем регулировать на сколько шторы нам открыть или закрыть. Но сейчас, как видите, все это дело не работает. Это не работает, почему? Потому что нам нужно на пульте и непосредственно сам мотор прошить моменты, где у нас будет окно открыто, где оно будет закрыто, на каком расстоянии. Иначе у нас просто мотор будет крутиться постоянно, и это чревато тем, что что-нибудь сгорит или порвется и так далее. В приложении EvoLink, естественно, сразу же эти шторы у нас пробрасываются. С главного экрана сразу видим три кнопки. Это открытие, стоп и закрытие штор. Клавиши здесь на открытие, закрытие сразу работают. То есть если вот на заднем плане вам видно, как мотор при открытии и закрытии, он дергается. Потому что сейчас все у меня связано. И при открытии и закрытии, естественно, он быстренько своих пределов достигает. Если в это устройство в приложении провалится, то у нас откроется экран с картинкой самих штор, где мы там точно так же можем ползунком управлять, в принципе, уровнем открытия и закрытия этих штор. Но сейчас этот ползунок серый, потому что, опять же, просят сделать пределы непосредственно на открытие и закрытие шторы. И еще здесь есть вот зеленый уровень заряда батареи показывается. Больше здесь никаких настройок нету, так как это ZigBee устройство. Мы его даже обновить отсюда, в принципе, не можем. У меня на столе здесь небольшое пространство, и при открытии и закрытии у меня сразу же достигает пределов мотор. Поэтому я решил сейчас за кадров сразу повесить все это дело на багету. Ну и уже полностью с рабочей шторой мы попробуем все манипуляции произвести, какие умеет этот мотор. Ну и секунды после повесил я вот эти струбцины. Смотрите, как они висят. Я вот про это и говорил, что должен быть отступ 2 мм примерно. Но у меня он имеется. Они довольно-таки легко сюда оделись. Штор у меня очень много, поэтому я решил использовать только на двух шторах. Итак, стадия 2. Я навесил сюда ответную часть от мотора. С другой стороны повесил слева сам мотор. Натянулась уже веревка вот эта с шариками. И здесь есть вот эта вот клипса с кнопкой. Что она делает? Она регулирует как раз-таки натяжку непосредственно этой веревки. Следовательно, если у вас там не 3,8 м сама багета, а меньше, то вот таким вот образом мы регулируем натяжку этой веревки. И еще через секунду я все это дело уже повесил окончательно до конца. Я решил все-таки использовать две шторы. Поэтому, видите, по максимуму использовал. Почти тут и есть длина 3,800. И повесил вот эти две клипсы. Одна на одну сторону, вторая на другую сторону. Я имею ввиду стороны веревок. Ну и сразу обратите внимание. Вот здесь посередине, где багеты между собой соединяются, у меня здесь есть специальное отверстие, где должны продеваться крючки. Я их заклеил вот таким вот образом пластмассами, чтобы крючки эти не выпадали. Но теперь, когда попадает все равно в это отверстие крючок, он здесь застревает. И, в принципе, должно быть сильное усилие, чтобы его из этого отверстия вытащить. Поэтому я досюда не буду делать так, чтобы штора доезжала. Чтобы мотор не насиловать. И у меня будет здесь небольшая щель. Имейте это в виду. Это, в принципе, из-за меня только. Ну что ж, все повесили. И теперь давайте перейдем непредсредственно к управлению шторой. Значит, берем пульт. На пульте нам нужно зажимать две клавиши. Значит, должна быть зажата центральная клавиша, это стоп. И клавиша, например, на закрытие шторы. И для чего это нужно? Во время того, как у нас будет центральная клавиша зажата, и мы нажали, например, закрытие штор, то у нас будет запоминаться положение шторы. И как только я клавиши отпущу, значит, закрытие штор будет вот именно в этом месте. Таким образом, мы сейчас задаем пределы нашей шторы, чтобы система понимала, в каком положении у нас штора будет закрыта, в каком положении она будет открыта, и тогда мы сможем пользоваться полнодком в приложении, чтобы открыть, например, на 50% шторы и так далее. Ну и вот, как уже ранее я сказал, щель я небольшую оставляю. Значит, записали, когда у нас закрыта штора. Теперь точно так же нажимаю на среднюю клавишу и на открытие. И будем делать теперь предел открытия штор. Нажимаю, нажимаю на открытие, держу. Штора начинает открываться. И дожидаемся, пока она откроется полностью, и тогда отпускаем эти клавиши. И тем самым у нас запомнится положение на открытие. Вот таким вот образом. И теперь, когда мы берем пульт, и, например, нам нужно закрыть сейчас шторы, мы просто нажимаем на клавишу закрыть шторы, и шторы у нас будут закрываться только до того предела, который у нас уже непосредственно зафиксирован. Ну и точно так же с открытием. Нажимаю на клавишу, пульт больше не трогаю, и шторы у меня откроются именно до того предела, который я указал ранее. Вот видите, на пульте не нажата никакая клавиша, но шторы открываются до конца. Ну и теперь, если взять смартфон, то, в принципе, мы сможем со смартфона управлять точно так же. Те же клавиши на открытие-закрытие будут работать точно так же, как я показал сейчас ранее на пульте. Все работает одинаково. Ну, например, вот закрываем штору. Также во время закрытия-открытия штор на смартфоне еще указывается, сколько процентов у нас открытия или закрытия той же шторы. И если мы сейчас проваливаемся непосредственно уже в управлении этим девайсом, то у нас вот здесь этот ползунок уже, видите, ни щерый, ни посередине находится, а мы его смело можем двигать как угодно. Например, надо нам подвинуть штору на 40 или на 50 процентов. Берем ползунок, просто передвигаем на нужные нам проценты, и у нас штора сейчас поедет на эти же проценты. Как видите, вот она едет и остановится вот на 50 как раз процентов. Нужно больше? Делаем больше. Не проблема. Вот 100% сейчас штора закроется полностью. И, естественно, раз в пределы уже шторы заданы, то вот на NS-Panel все точно так же будет работать. Мы берем, переходим в девайсы, проваливаемся сюда, и точно так же можем управлять шторой как угодно. То есть открыть, закрыть, сколько-то процентов выставить. И, как видите, при открытии и закрытии прям проценты у нас в реальном времени двигаются. То есть мы можем сейчас нажать стоп, например, и вот на 18% штора у нас остановилась. И, естественно, если я пальцем сейчас на ползунок нажму на какое-то расстояние, то он на эти проценты, на которые я выставлю пальцем, точно так же откроет штору или закроет ее. В принципе, довольно-таки удобная штука. Вполне себе с этой панели можем шторой управлять, не проблема. Так, экран потух, не сработало. Вот выбираем процент какой-либо, и все, штора поехала открываться на этот процент. Ну а давайте посмотрим, как оно в Home Assistant выглядит. Значит, первое, что это в Evelink Smart Home. Здесь это устройство появилось, но оно совершенно не поддерживается. Вот, как видите, девайс над саппортом. И ничего здесь с этим не сделать. Не поддерживается и все тут. Поэтому пока через Evelink Smart Home приложение мы им управлять никак не можем. Ну, по сути, не проблема. У нас же еще есть одна интеграция. Интеграция Sonoff. Переходим в настройки интеграции. Здесь смотрим на интеграцию Sonoff. И вот автоматом оно сюда не подгружается. Если мы сейчас откроем, у нас 15 устройств, и здесь этого устройства нет. Но, как только я эту интеграцию перезагружу, устройство подтянется. Возвращаемся на главную страницу интеграции. Здесь троеточие. И перезагрузить интеграцию. Оно перезагружается мгновенно, но тем не менее уже 16 устройств, как видите. И шторы здесь вполне себе подгружаются. Сразу видим здесь процент заряда аккумулятора. Нажимаем в него, видим, что здесь три кнопки. Кнопки на открытие, закрытие и на стоп. Точно такие же, как и везде. И ползунок открытия штор здесь точно так же присутствует, как в принципе и везде. Поэтому устройство добавляется, я считаю, полностью. Здесь есть все моменты, которые нам нужны. И в принципе можем из Home Assistant таким образом управлять. И естественно демонстрация управления шторами с телефона, только уже непосредственно в Home Assistant. Добавил я на главный экран эти шторы. И в принципе нажимая на те же кнопки, двигая тот же ползунок, мы абсолютно так же закрываем, открываем шторы, как и везде. Органы управления абсолютно одинаковые везде. Но Home Assistant нам дает преимущество в плане того, что мы можем автоматизацию уже делать непосредственно с разными устройствами, экосистем разных и все это воедино соединять. Ну а если нет у вас ZigBee шлюза от компании Sonoff, но в Home Assistant у вас есть ZigBee свисток и установлен ZigBee 2MQTT, то в ZigBee 2MQTT вполне себе пробрасывается данное устройство без проблем. Точно так же зажимаем клавишу сопряжения. Оно у нас здесь сопрягается без проблем. Даже подтягивает картинку, ту, которую нужно. Ну в общем ZigBee 2MQTT полностью поддерживает данное устройство. По сути это пишется и в самом устройстве, если мы на него нажмем, там у нас в меню как раз и написано, что устройство у нас поддерживается. Как видите, картинка абсолютно тех же штор, которые мы использовали. В общем ZigBee 2MQTT понял полностью это устройство. Во время сопряжения устройство получило уникальное имя. Давайте я это имя и в меню, чтобы было более-менее понятно, что это за устройство. Например, назову его просто шторы. Сохраняем. Если перейти в свойства данного устройства, здесь абсолютно те же органы управления. Открытие, закрытие, стоп. Так же ползунок у нас работает. Уровень сигнала только здесь еще у нас показывается ZigBee. И уровень заряда батареи. Но как только мы сделали сопряжение устройства, то есть заново сбросили его и сделали новое сопряжение, например, с ZigBee стиком, то все конечные точки, которые мы выставляли на пульте, они сбрасываются. Поэтому все это дело надо заново эти точки выставлять. Зажав клавишу открытия и стоп или клавишу закрытия и стоп, тем самым открытие и закрытие точки мы зафиксируем. Я не знаю, есть ли в умном доме Яндекс интеграция санов, но я в Яндекс.Умный дом пробрасываю все через Home Assistant. Поэтому заходим в настройки интеграции. Здесь у меня есть интеграция Яндекс.Смарт.Хом. Здесь нажимаем настроить. Объекты для передачи в ВД. И здесь просто прокидываю новый объект. Новый объект непосредственно штора. То есть я хочу еще шторы управлять голосом с Яндекс.Колонки. Так, ну выбрали шторы. Нажимаем клавишу подтвердить. Готово. Теперь переходим уже непосредственно в Яндекс.Умный дом. И здесь, как видите, у меня появилось новое устройство. Это шторы. И вот в Яндексе здесь немножечко другие органы управления. Если мы сейчас сюда провалимся, то у нас одна клавиша включения, якобы и выключения, но она, собственно, делает то же самое. Либо на включении она открывает шторы, на выключении закрывает шторы. И присутствует здесь тот же ползунок, которым мы выставляем степень открытия-закрытия шторы. Но тут есть, конечно, другая фишка. Это голосовые команды. Значит, что мы можем сделать? Приоткрой шторы сказать, поставь на паузу шторы, приостанови шторы, сними шторы с паузы, включи паузы на шторах, выключи паузу на шторах, поставь паузу на шторах, поставь шторы на паузу, открой шторы на треть, прикрой шторы, приоткрой шторы, приоткрой шторы на половину. В общем, команд очень большое количество. Как вы хотите, так скажите Алисе, она все равно это поймет. Ну, а, собственно, вот как выглядит управление голосом. Алиса, открой шторы. Алиса, закрой шторы на половину. Алиса, закрой шторы полностью. К сожалению, я не могу этого сделать. Попробуйте спросить по-другому. Алиса, закрой шторы. Алиса, пауза. Нет, так не работает, наверное. Алиса, открой шторы на треть. Ну, и вот таким вот образом все это работает. То есть, в принципе, голосом мы вполне себе можем управлять и открывать-закрывать шторы. Ну, и еще одна функция, которую я забыл показать. То есть, смотрите, если, например, у вас нету пульта под рукой и Алисе не хотите ничего говорить, то можно просто рукой брать и дергать за штору. И когда вы тянете ее, то через какое-то время мотор попросту начинает работать и штора закрывается. Точно так же мы берем и открываем штору. Да, если нам нужно открыть то же самое. Можем просто потянуть немножко. Да, это небольшое усилие требует. То есть, тянем вот таким вот образом. Когда у нас штора чуть поехала, мотор схватывает и начинает открывать все это дело. Поэтому ручное управление тоже имеется. Ну, а раз мы добавили шторы в Home Assistant, давайте немножко поговорим про автоматизации. Значит, штора у меня здесь вот, как видите, добавлена. По Zigbee MQTT она сейчас работает. Для управления устройствами такими, как шторы, например, ворота, какие-нибудь жалюзи и так далее, существует специальный объект в Home Assistant. Он называется Cover. Вот здесь он написан. Значит, это девайс класс. И в него входят всякие там гаражные ворота, окна, шторы, как видите. И выглядят эти значки вот таким вот образом. То есть, здесь везде по три кнопки и ползунок, который у нас открывает и закрывает штору. И перейдя в панель разработчика службы, мы здесь, в принципе, можем найти службу, которая будет выполнять открытие, штору, закрытие и так далее. То есть, берем, пишем здесь Cover. И сразу же у меня появляются шторы Open, шторы Close и так далее. Вот как раз давайте возьмем эти два параметра, эти две службы, которые шторы Open и шторы Close. Видим, как она выглядит. Если мы сейчас еще здесь выберем устройство, которым управлять, например, шторы, и нажмем запустить, то шторы у нас откроются. И точно так же будет закрываться, если мы выберем службу Close. В YAML это выглядит следующим образом. Запоминаем все это дело. И зная этот момент, как управлять шторой, службой, мы легко сможем создать автоматизацию. Например, давайте перейдем в настройки. Здесь во вкладку автоматизации сцены. И создать автоматизацию. Нажимаем, выбираем создать с нуля. Триггер. Триггер это будет условие, при котором будет срабатывать действие. Значит, триггером у нас будет, например, какие-нибудь там... Ну, давайте я сейчас в 7 утра поставлю. Например, в 7 утра у меня шторы будут открываться. Фиксированное время, 7 утра выбрал. Home Assistant у меня время правильное показывает. Условия не будет никакого. Триггера нам достаточно. А вот в действие мы выберем следующее. Нажимаем действие. Здесь выбираем вызвать службу. Службу мы, естественно, пишем уже ту, которую мы знаем. Cover. Cover Open. Шторы Open. И выбираем здесь устройство. Те же шторы, да? Все, автоматизация у нас создана. Нажимаем сохранить. Пишем название им. Ну, например, открытие шторы там по утру. И все, по сути, автоматизация создана. И в 7 утра штора будет у нас открываться. Точно так же на закрытие мы сделаем автоматизацию. Триггером будет также время фиксированное. Ну, например, 20.00. В 8 часов вечера. Условие пустое. Вызываем службу. Только службы у нас теперь будет Cover Close. Это закрытие штор. И выбираем также устройство шторы. И все у нас будет работать. Теперь шторы будут закрываться в 8 утра. Все эти автоматизации мной проверены. Они действительно работают. И дальше, если вам нужно как-то, например, по закату солнца и так далее это делать, тут уже автоматизация более сложная. Я постараюсь у себя на сайте и такие записать. Вот мне благ уже помогли и подсказали, как это сделать. Но пока вот на открытие-закрытие вполне этого достаточно. По фиксированному времени все это работает. У меня уже так работает неделю. Никаких проблем. Ну вот, видео подошло к концу. Что я могу сказать по итогу? Видео затянулось очень сильно. Но устройство действительно интересное получилось. Мне хотелось о нем рассказать все аспекты, вам показать управление, как это все работает. Интересная штука. Действительно, я ее сразу же повесил. Я ставил у себя на шторах. Буду использовать обязательно. Ну, сразу же я автоматизацию настроил. И по автоматизации у меня же все это дело само работает. Нюанс я считаю у этой модели штор только один. Что нужно вот этот зазор соблюдать в 2 мм. Иначе у вас попросту штора не повестится. А в остальном вполне себе рабочий вариант. Данная штука до 8 кг тянет. А штор, я не знаю, на 3,5 метра, на 3,8 метра под 8 кг. Это надо на нее еще и гири повесить. Моторчик действительно прям такой крепкий. Шаги не пропускает вообще. И всегда все места запоминает так, как должно быть. Даже если где-то зацепился. Пример автоматизации я еще описал у себя на сайте. Ссылочка будет в описании. Там же будет ссылка, конечно, и на этот мотор. Также я вас немножко сейчас поагитирую. Если вам не сложно, да, и вам нравится, что я делаю. И не жалко меня поддержать. То переходите, пожалуйста, на Boosty. Ссылка будет в описании. И там можно какой-нибудь копеечкой меня поддержать. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом устройстве. Пишите свои новые какие-нибудь идеи. Что хотите, чтобы я бы осуществил. Ну а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.